Добрый вечер, вы разговариваете с оператором. Я сейчас у вас в телевизионном разговоре с Татьяна Андреевича. Не забудьте представить. Но пока ожидайте, я вас предупрежу. Диалог с главой региона начинается именно с операторской. За время двухчасового общения губернатора с жителями Брестской области операторы эфира приняли около 8 тысяч звонков. За каждым обращением проблема незнакомого человека, для которого глава региона, руководитель, умеющий решать нерешенное чиновниками на местах. И это подтверждалось неоднократно. Поэтому люди звонят, просят о помощи и поддержке, благодарят. Я хочу пожелать доброго здоровья и надежных помощников, очень сложно работать. Спасибо вам большое. Это был один из первых звонков. И, конечно, на этом все не закончилось. Еще 38 человек смогли, если не решить свои проблемы, то хотя бы получить достаточно разумное объяснение или обещание в кратчайшие сроки разобраться и уладить ситуацию. Стоит отметить, что актуальные вопросы предыдущих прямых линий уже не звучали, а значит, в этих сферах работать стали лучше. С каждым днем или с каждым месяцем на промой линии становится меньше вопросов таких серьезных, проблемных, а больше таких текущих вопросов. И надо сказать, что уже не только высказывать проблемы, которые касаются лично какого-то человека, но сегодня были звонки, вы это слышали, с предложениями по определенным инвестициям, с предложениями для того, чтобы сделать тот или другой проект. Поэтому это очень хорошо. И надо сказать, что сегодня таких вопросов серьезных не было. Чтобы можно сказать, что где-то недорабатывает кто-то на местах. Но на поверхность всплыли другие острые и злободневные проблемы. 18% от общего количества – вопросы, касающиеся дорожной инфраструктуры. По дорогам, в плане асфальтирования этих дорог. И вы видели, что люди задавали вопрос, нет того, что где-то дорога была построена и невозможно проехать. А люди говорили о том, что мы построили жилье, или строим только жилье, коробку поставили где-то, крышу накрывают. И вот трудно доехать туда. То есть они просят так, чтобы уже в новые микрорайоны мы начали делать грунтовую дорогу, а потом, со временем, когда закончится строительство, мы подойдем с асфальтом, вот такие проблемы были. И надо сказать, что эта тема не новая, она на контроле. И у нас отработана программа не только по городу Бресту, но и по другим районным центрам, и деревням, и по новым микрорайонам. Но ноу-хау нынешней прямой линией стали звонки обращения, в которых брестские жители предлагали и просили помочь в продвижении собственных проектов, которые должны принести пользу не только региону, но и Беларуси. Пользу, выраженную в миллионах долларов. Я очень доволен, что наши люди находят возможность и с такими проблемами обращаться. И надо сказать, что вот сколько вот на слух можно было определить, что хорошие инвестиционные проекты, которые будут позволять, если на самом деле так получится. И энергосберегающие такую работу провестили, инвестиционный проект по энергосбережению. Поэтому это хорошо. Я вижу, что наши люди не безразличны и к тому, как развивается, например, наша энергетика, как развивается город. И многие говорили о том, что вы же посмотрите, много сделано, а вот тут надо еще доделать, и все будет нормально. Все обратившиеся получили ответы, которые их устроили. Константин Сумар подчеркнул, обращаясь к руководителям управлений, что за ситуации проблемные следует волноваться и переживать уже не обратившимся людям, а чиновникам. И в целом, заметил губернатор, руководителям не стоит забывать о том, что они на службе у людей и должны помогать, а не ставить палки в колеса. На вопрос представителей СМИ о самом ярком вопросе прямой линии, не раздумывая, дал ответ. Самый хороший вопрос, когда звонили молодые мамы и говорили, что вот второй ребенок уже, третий ребенок, а когда будет школа введена на вульке. Вот это очень хороший вопрос, потому что это говорит о том, что семьи увеличиваются, детки растут, детки здоровые, дай бог, чтобы они все были такими. А наша задача от власти, чтобы создать условия, чтобы можно было бы это ребенку найти место в детском садике, чтобы можно было пойти в хорошую добротную школу, и мы эту тему тоже решаем, я должен сказать. Поэтому вот это самые хорошие для меня вопросы. Они стоят определенных затрат материальных, но зато это будущее развитие нашей региона и нашей страны. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.